Никаких предиктов от нас не ждите. Максимум можем обсудить, как ребят на драфтеле, ну и смотреть, да, просто наблюдать, кто что из себя показывает, как себя раскрывает. Мне нравится драфт у ребят за Радиант, я бы сказал даже больше, наверное, что Холли Грейл, да, этот фото справа, красоди, то есть они что-то прям вообще с драфтами у них прямо беда какая-то, они с фирспиком их тут позакрывали вообще супер жестко, ну и тут прикольный уже момент, можно отметить то, что у ребят за Радиант есть Войтспирид Керри, сейчас будем смотреть, ну это же не Магнус Керри, правильно? Да, это Войтспирид Керри. Будет он стоять, как я понял, против Винги, троечки, думаю, это супер фрифарм линия на него, то же самое про Акашу, можно сказать, что она будет против Пангольяра стоять в супер фрифарм линии, единственное, что там могут быть какие-то проблемы, наверное, у Магнуса, но в любом случае, герой выстоять должен против чего угодно, плюс-минус, если это, например, не знаю, не какой-то Манки Кинг, поэтому будем смотреть, наверное, я жду доминацию какую-то от команды Радиант. С Радиант. С Радиант. Потому что Магнус пошел воровать. Магнус взял одну-вторую, четко. Друзья, вот коэффициенты, они меняются, видите, на ваших экранах, от нашего партнера Бэтбум, полтора дается на ДЛД и 2.4 на Холли Грэлт. Слушай, а Холли Грэлт вообще у нас в качестве аутсайдера, а The Last Dark у нас в качестве фаворит. Ну, ты тоже сказал, да, что Радиант драфт получше, поэтому по идее ждем доминацию от Радиант. Ну да, только какой-то... На руну какой-то странный немножко был выход, поэтому Кокуин оф Пейн приходит на мид с блинком, конечно, не знаю, как для нее это будет. Ну, конечно, хочется, чтобы у нее на третьем был и дротик в 2, и скрим, чтобы крипа аранжевого добивать. Не знаю. Я лишь добавлю, друзья, что вы можете использовать промокод DPC3 при регистрации у Бэтбума нашего партнера. Это удвоит ваш первый депозит, даст возможность опять-таки отслеживать эти коксинги по коэффициентам самостоятельно. Вот, ну давай я тоже буду в кончике в регистрации в игру. Так, ну теки с пятеркой, ладно, это нам, наверное, не так сильно интересно, потому что это, опять же, лучший персонаж, самый популярный, самый востребованный был на DPC3 в целом, на первом депозитовании во всех регионах. Но этот спирит керри, конечно, показался точно не часто, был лишь актуальным на центральном территории. Ну, как тебе вот это венга, я не знаю, венга позиция, это что? Я не знаю, как будто бы это просто помощь терраблейду в плане демеджа. Ну, честно, я говорю, вообще не понимаю. Да, понятно, что у нее может быть какой-то прикольный там билд, она универсал, за счет того, что она там купит Аганим. Опять же, да, в теории этот герой может свапать от комбинаций Магнуса каких-то, от РП, от Гарпуна. Но, в общем и целом, наверное, герой все равно далеко не лучший. Смотреть, что он исполнять будет. Ну, да, это, наверное, выход в фаст Аганим. Теоретически, венжинс Ау работает так же, как раньше, да, топ-базовый урон под террор-блейдом, понятно, в чем идея. Другой вопрос, что позданная иллюзия Кай, может быть, что-то демона, так что-то у нас хватает. Нормал тебе, нормал, 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 энд. Если создать какую-то копию Vengeful Spirit с Disruption, то получается, что Аура будет работать для команды Reddit уже, да? Да, да, все верно. Это нужно там условно будет? Очень, да, сильно? Да, не особо. Поэтому будем и Disruption, наверное, террор-блейда засовывать. Опять сильные иллюзии террор-блейда. И эти сильные иллюзии террор-блейда будут против террор-блейда под Аурой Винги. Понятно. С одной стороны, есть приколы. Линии пока стоят более-менее ровненько. Так, ой, Магнус сбил. Тотус, да, первый раз, да, SJ второй раз не забрал. Приходит Саммер. А тут спины Y, ой, властовом не дотягивается. В итоге как-то странно пришел сюда Текис. Они сейчас могут просто все умереть, чтобы вейв, но справляются. Шайник, отлично, и второго тоже заберут. Ладно, нормально. Вопросов, ров нет? Сильное, на самом деле, передвижение от Минера. Я изначально испугался вообще за Магнуса, потому что он куда-то поехал, хотя террор-блейд стоял в метаморфозе. Ты обычно не хочешь нападать на террор-блейда в метаморфозе, только если ты прям уверен, что ты его убьешь. Было на Тоненького, но, видимо, ребята понимали, что сейчас придет Текис, и ему получится убить. Нормально, да. Как он не допрыгнул-то? Как это произошло? Что случилось? Возможно, он просто прыгнул для того, чтобы быстрее преодолеть расстояние. А тут Чардж, кстати, на миде, на Queen of Pain, чтобы забрать руну. Просто отменяется по итогу. Наверное, немного... Немного поздновато нажал спиртбрейкер чардж, чтобы получить заранее, чтобы попробовать выбить ресурсы. И две руны смогли бы забрать, ребята, из Hull Grail. Побольше покрепов все равно добирать. Экономику переключить. Вот, конечно, получил фраг и ассист. Пенекс этого не заработал. Ну да, у него 9 крипов почему-то. Что это сделал? Ну, слушай, сайленсер ТБ, линия такая прям мерзопакостная. Кстати, на топ-теке стоит ТБ. Что-то сейчас будет. Под дезерапшн можно надежать бластов. Комбинации есть. Просто иллюзия Тирблейда выгоняет всех. Я минера, причем уже камеру перевел, чтобы с парального портала увидеть, с парного портала. Думал, он сверху появится, опять со спины выйдет, и сделает телепорт. Где минер? Что-то потерял его вон вниз. Так. Давай сразу разберемся, могу ли я как-то смотреть, как ты обзервишь вот в самой доте. Сейчас, наверное. Ты обзервишь сам, как хочешь. А я ориентируюсь на твои слова пока. Показываю, что ты говоришь. Потом показываю сам, что я говорю. Все, договорились. Если что-то интересное, ты говоришь, я на это обращаю внимание. Так вот, короче, из Юго-Восточной Азии вот это мы с тобой смотрели, первый дивизион. Это стандартная линия в легкой. Сайленсор ТБ кинул курсу, кинул рефлексион, всем больно, делать особо ничего не надо, придумывать особо ничего не надо. ТБ стоит фрифарминг. Вот. Сайленсор что-то тэпается в мид, хотя труду 6-ю законтролить. Тут уже Текис. Оп, отдайте с одной стороны, но мне решил ворваться, дать кластов. Его, наверное, не забрать здесь, Текис. А будет жить. Просто разменялись. На 6-й минуте первая активная руна, и повезет Панга. Панга забирает руну. Это здорово. Друзья, напоминаю про нашего партнера Нуф. Нуф это магазин крутой подной одежды. Вы можете получить 20% промокоду Dota2. Сбегайте в магазин в Москве или переходите по ссылке под трансляции. Спасибо, Нуф. Они в очередной раз нас подогрели своими классными шмотками. Ты взял себе шмотку, кстати? Да, конечно, штанишки. Я в них сейчас. Я в них сейчас, да. А я пришел, когда выбирать себе шмотку, тоже смотрю, что тут твоя там зеленая олимпика лежит. Ага. Я ее себе запробую. Серьезно? Да. Нормально. Мне очень понравилось. Она, правда, супер-супер оверсайз, но мне плевать. Мне нормально. На пробежечку будешь ходить. Тем временем, пока мы тут разговаривали и руну забирали. Войтспирит снизу погиб каким-то образом. Видел я разок, на самом деле, где-то. Вот я почему-то не могу вспомнить вот конкретно где, но Войтспирит и единичку я видел уже. И у меня... Вот я реально прям вообще не помню конкретно, но вот у меня остались почему-то хорошие впечатления об этом герое, даже вот в легкой линии. Наверное, недаром эти ребята как бы пикают его на 15-й пик, с идеей того, что это флекс. Слушай, а в чем принципиальная разница? Прям такая между Войтспиритом центрального коридора и Войтспиритом на легкой линии. Да я думаю особо ни в чем, просто ребята, может быть, хотят играть побыстрее немного, потому что это такой не классический керри. Кстати, в боте на Вингу нападение. В ответ на падение с чарджа на Войтспирита самого. У него все кнопки КД, бластов залетает только Вингу. Надо бы забрать, есть граната, пытается подорвать Вой-Вой-Вой-Вой-Вой, но у него этого сделать не получилось. Этот момент закончен. Да, не получается. Ага, тут уже КВП пришла, хороший Соник Вейв. Кажется, был потрачен, можно забирать. Ревнон ставится, да, даблкил для Экос. Классное подключение. Единственное, что он опять руну активную не законтролил. Там удачный тайминг заканкал, да, и в итоге Ган снова забирает руну в 2. Не, снова забирает активную руну, в этот раз тоже руну в 2. Но что КВП порадовал своих тиммейтов на нижней линии хорошим выходом. Приободрить пацанов себе денег заработать, я думаю, я с доволен. Ну да, попадя на творство стал. Ну, на самом деле, очень сильно приседает по XP сейчас в гольер. КВП здесь больно, брат, Рун пытался зачаржиться. Конечно, немножко все это происходит не в тайминг, руну нет, ничего нету. Зачем-то пытаются прогнать эту Queen of Pain. Иди на базу, иди на базу. Не хочется. Рефайр, 10 стиков. Стоит на линии, пачка идет. На базу пойти. Не получается пока. Тэгис стал в арт-центре. Куча героев окружается. Всех стартовал. Теперь треклогер разгон на ШД. Тэг отреагирует. Так, дизрабшим себя спрятал. Молодец. Это его, конечно, не спасет. Можно было иллюзии попробовать, а? Как-то вот развернуться. Там шансов все равно было мало. Да что, с ним скачкаешь, я этого делаю. Позина вообще нет, кстати, да? Интересно. О, подожди. Он же был как утрпик ТБ. Нужны были сильные дизрабши. Он укачает дизрабши. Ладно, я как бы могу в этом логику найти то, что он стоял, знаешь, против сайленсера. И каждый раз, когда сайленсер кидал бы ему курсу, он бы обновлял, да, шедоу пользином. Но шедоу пользом в любом случае спелл, ну, когда ты с линии уйдешь, в любом случае тебе будет полезно хотя бы линию распушить. Снизу на Текиса нападение. Здесь чарчат спирит брейкера. Надо свапнуть, наверное, на венгель. Иначе не добежать до него. Тут только ТП сейфы. Идут от Магнуса. Клопа прыгает вперед. Начинает наваливать шедоустрайком. Магнус сбивает сайленсерный телепорт. Текисом уже погибнут на шедоу степах. Войт спирит на страстах. Прошу прощения. Не отпустят винду. Здесь шедоустрайк спину залетел. Есть дизрабши на ДКК. ДКК как раз таки по чарджам остановился. Его тоже будут убивать. И за Текисом месть нереальных размеров. YSR делает даблкил. Три фрага забрали. Там вообще на самом деле момент был. Вовремя сайленсерсаленс дал на Queen of Fame. Потому что иначе там в линеечку. Вот по этому узком проходе. Возле парного портала Sonic Way. Был залетал идеально просто. Просто в спинку в трем героях. Но в итоге все равно конечно не трех героев. Поэтому все для рейдинга получилось хорошо. Текисы своего классно расторговали. Друзья, очередной раз напоминаю. Bad Boom. Собственно 100% бонус на первый депозит. Плашечку увидим на нашем экране прямо сейчас. Промокод DPC3. При регистрации используйте. Это удвоит ваш первый депозит. Под трансляцией. Меня до сих пор очень интересует раскачка Шадоу Демона. Я не понимаю этого. Как вообще так можно было сделать? Ну да ладно. Катапульты первые вышли. Забирать с ними наверное командам нечего. Единственное что наверное Holy Grail попытаются в боте. Забрать таки этот Т1 вышку. Будут ли это дефать команды Radiant? Не знаю. Мне кажется у них кд спелы. Хотя у них не кд спелы. У них просто ресурсов не очень много. Вышку забирает здесь Террблейд. Магнусу уже на самом деле много стало. Его прям подотпустили. Вначале у него было плохо. Какая-то конфронтация небольшая. Во время с Кьювера DQQ сбивает Магнусу с Кьювер. Но он все равно выходит. Тиммейты были далековато. Там пока с Тавром расправлялись. Кто быстро подоспеть не смог подержать перед брекером. Да слушай Винга действительно играет через фастаганим. Но это понятно там. Быстрая копия. Будет бегать. Станет. Собственно ты сам собой тоже можешь легко жертвовать. Будет не страшно абсолютно потерять свою жизнь. На передовой всегда. Всегда на свапах. На сейвах. Постоянно с аурой. В общем такая вот троечка Винга. Где-то в разных итерациях мы в разных патчах такое на самом деле видели. Это бы вот прям не сюрприз. Само появление тройки Винги именно с таким билдом. Ну просто вот. Потому что сейчас Вингу кроме как с аганима будем использовать. Ну да скорее всего. Я играл в прошлом патче на Винге Мид с Метеор Хаммером. Вот это была красота. Ты кидаешь штан Метеор Хаммера. Вейв классный спит чардж. Тайнинг. Побегает. Блинка нет. Но свап получает. Тут три героя. Кювер дал. Свэшбакл в спину. Тайминг. Умирать. Умирать на Макнусе. Ну да. Экономику свою он точно подправил. У него 5500 более-менее окей. Вот. Ну что умер конечно не очко. Да. Он как-то немножко в странной зоне вообще в принципе качается. На топ что-то прилетел спирит брекер. У него пятый левел. Хочет здесь шестой апнуть. Может быть мне вот стоит напасть. На этой патчке. У Текиса кстати седьмой левел. У него вообще огромный. Попя выжгли. Так. Ренан поставили. Астрал степы. Отличная комбинация способностей. Хорошо прям въехали. Врезали. В соперника. И сделали фраг. Спирит брекер дается порцию еще. Или довольно важного героя с точки зрения, что пока спирит брекер в таверне, вы не будете опасаться того, что спирит брекер вас где-то въезжает, пока вы фармите. Поэтому вы себя таким образом оставляете в безопасность. Тоже клев. Да, да и очень приятно мне дать ему получить хоть шестой левел. Пусть он дальше еще пытается покачаться. И ты на карте себя будешь чувствовать запасным. Каждый раз пытаясь его, например, убить. Вот он импавер на бой спирита. Саблей здорово. Урона прилично уже по две сотки. Фармили стаки эншентом. Не знаю, давайте посмотрим, бой спирит вообще вытянет. Нет такую вот игру с первой позиции против В. Пока ТБ у нас тоже особо не подключался. Саммер больше качался. Единственный раз мы его увидели, когда он вниз к полвышку спутил. Ну и все. И дальше опять по лесам. Полям. Убирать надфорс. Убирать надфорс неплохо. 600. Претензий никаких нет. Как Керри качается. Правильно? Да, только вот реально вопрос. Сможет ли шедевать демон. Ух ты, какие мины хорошие. Пангольер забрал здесь хейст. Но он просто остался без ресурсов. Вот. По идее хорошие сапы. Что шедевать демон, что текис против Тирблейда. И хватит ли... Ну, то есть и Квин оф Пейн тоже с агонимом. Понятно, да? Тоже неплоха. И тут действительно вот у команды Радион. У них ставка на то, что они как-то, не знаю, в кнопках переиграют. И по темпу переиграют команду Holy Grail. Будем смотреть. На самом деле интересно. Смотрели? Да, а чё нет-то? Мне реально интересно. Ну смотри, если так вот брать, core matchup твой, да? Тирблейд против Void Spirit и Магнуса. Ну, не знаю. Они бьют рукой, да? У них... Ну, конечно, Void Spirit слегка. Там есть mix damage? Ну... Так, снизу за счёт Global Silence убивает Queen of Pain. Потратили прям очень много ультимейтов Holy Grail. Справились. Буду делать дальше. Велитамиг на покупку агонима. Там ещё буквально одна пачка, агоним бы уже был. Да. Так вот, у тебя... То есть... Core matchup то, что у тебя бьют физой все. Правильно? Тирблейду на физу прям наплевать. У него всегда миллион там армора. И тут вот вопрос по Queen of Pain, по то, что до демона. Смогут ли они что-то предъявить вообще? Да, ну... Однозначно сказать нельзя. Идея сама мне тоже у Raiden больше нравится. Кнопки нажмут, не нажмут. Но это, друзья, требовать уже невозможно. Да, давайте будем более снисходительны. Если что-то у команд не будет получаться, это всё ещё в скидке, потому что это Див-2. И в Див-2 многое должно не получаться. А у тех, кого получается хотя бы что-то, они как раз в первый Див-2 попадают. Поэтому мы здесь как раз поискаем тех команд, которые хоть что-то будут. Ну, в Pain Builds, конечно, интересный. Я как ещё сказал, то, что её убили чуть-чуть до агонима. Я такой думаю, а почему у неё уже агоним? А я вижу, что у неё промежуточные шмотки никакой есть. Никакого-нибудь там Falcone, Witchblade, Kai, ничего такого нет у неё. То есть просто агоним первой шмоткой. Про то, что промежуточные неинтересные. Так, смок нажали, поехали. Нам нужны сразу дорогостоящие и важные шмотки. Под агоним решили выйти подраться. Ладно, но в это время у Vengeful Spirit агоним появляется. И у Панга есть блинк. Сейчас принять первым эти шмотки и залетают. Опа, встреча какая с хайграунда. Так, закрыто. Уже никого желания влетать на этот хг нет. Чёртова знает, как там персонажи вижнуты. Да, смог отчасти провален. Пара героев в смоке ещё осталось. Но понятно, понятно всё для Holy Grail. Что происходит? Аккуратно по таврам прячется. Стоит у них. Лучше у Holy Grail. Супер тайминг. Па, Панга поехал. Попадение на Магнуса. Роллинг Тандер. Магнус не в позиции. Соник Вейв. Оттолкнуть соперника с вэшбаком. Магнус плотный. И ой-ой-ой. Там с прокастом будет Спирт Квапа делай дабл. Кин оф Пейн. Здорово. Ситуация хорошая. Незер Страйк есть. Бластов по двоим. Дизрапш на ТБ поставили. Это классно. Сильные иллюзии. И РП туда же. Иллюзии будут бить. Сочная комбинация. Как же классно они все сделали. Арзик. Это Диф 1. Это Диф 1? Потому что у них что-то получилось. Это первый претендент на Диф 1. Вот я сейчас на лихе не видел никого. Но это первый претендент на Диф 1. Вот перед дракой я хотел... Я не знаю, надо ли это вообще делать. Вот ты знаешь, вот я хотел сказать, что у Holy Grail супер тайминг. У них Blink Дифуз, у Панга, Аганима Венги. И я вот хотел... Вот только файт начался, я хотел сказать, что еще у них 20 секунд до Глобала. Вот подождите, Глобал. Чуть-чуть, ребят. Чуть-чуть всего лишь. По итогу Тир Блейд после Метаморфоза умирает. Но вот после такого камбэкнуть, наверное, будет сложно уже. Хотя это же Диф 2. Так, у нас тут чатик жалуется на звуки на микро. Арзик Рыбовойс, говорят. Слушай, давай-ка в Дискорд туда-обратно. Пацански. Давай-давай. Ребят, мы тут самостоятельно держим трансовую. Для меня Арзик идеально по голосу был. Но, видимо, что-то где-то в моменте обработки звука произошла какая-то ситуация. И поэтому... Арзик и все. У меня вообще не было никаких проблем. То есть у меня было прям все окей. Алло, спасибо. Час за Тир Блейд. Пытаемся фиксить по мере поступления вашей информации в чат. Ну, плюс дилей, естественно, закидывается туда. Потому что тут трансляция. Только я на студии, и тут никого нет, чтобы мне помочь. Давай вот сейчас после перезахода люди еще раз отпишут, норм или норм стало. Я точно знаю, друзья, что норм это коэффициенты, которые сейчас показывают. 1.1 на ТЛД. На холле Грейл, собственно, камбэк 5.8 от нашего партнера Бэтбум. Не забывайте, друзья, стопроцентный бонус. На первый депозит ждет вас по ссылке под трансляцией. При регистрации указываем промокод D3. 97, да, показательный тимфайт в центре. Он действительно вывел команду Рейден вперед. Все классно, ребята, сделали. Посмотрим, будут реализовывать свое преимущество. Кто-то здесь потерял Декис в центре. Не очень понятно, что. Кто-то потерял и в итоге погибает. Просто опен фраг. Не было особой нужды и особого желания у Рейден трансов. Но вот сейчас у Тайр желания появилось. Опа, смог нажали на минки. Наступили раз, на минки наступили два. По минному полю прошлись. И в итоге всю спам информацию отдали. Местоположение соперника. Перечекает. Смог в них туда. Алло, ну давай будем пробовать. Надо проверять. Давай, давай, конечно. А ты меня тоже нормально, да, слышишь? Да, всегда хорошо слышу. Все не проблемы. Это как-то, видимо, транслируется на стрим так. Я не знаю. Странно очень. Давай, ты касти, касти. Да, а там уже посмотрим, разберемся. Этбэк дадут точно. Да, ребята, в чате попробовал я там переставить немножечко. Так что напишите, если что. Если что, буду в мьюти сидеть. Буду текстовую трансляцию Рустаму писать. Свои соображения, знаешь? Свои соображения по игре. Комментарии в текстов. Нормально. Так, смакуются теперь рейдинг. Побежали они. Сами искать свое счастье. Там, кстати, где они бегают, счастья нет. Там есть... Ой, ой, ой. Это есть счастье, друг, а вот оно счастье. Они нашли счастье. Это ТБ. Причем глобал был потрачен. Этот глобал вообще не засейвил. Магнус просто прыгнул с РП. И просто развалили без шанса. Найс. Сильно быстро. Выход прям такой точечный вышел. Под которым нашли именно идеального персонажа, которого нужно было убить. Более того, бонусом еще и прилетело то, что... Топерник глобал нажал. Да, глобал теперь в КД. И можно делать что угодно. Соник Вейв остался. То есть все сплы там Текиса, понятно, есть. Пуш остался. Можем продолжать дальше давить. Да, да. Давайте забирать Тир-2 тогда. Довольно сильный Вейт Спирит получился. По итогу манку быстро купил. После того Тимфайт. Алтимей Торп уже сверху. Сделает линку. Обламывает какого-то Спирит Брейкера. Чарджа не было. Тоже классно. Но чардж, правда, пока линки нет, вот уже поехал, поехал, поехал за Вейт Спиритом. Диссимилейт. До конца Спирит Брейкер. Тиммейт у него максимально далеко. Тут просто вызываются люди. И на развороте. Ой-ой-ой-ой. Ты, конечно, жестко напал. Ты его в ответ не убил. Да, Shadow Blade есть у него хотя бы. Ну и зажались, зажались в Ancient Zone команда Dyer. Тут, конечно, наверное, следующий тайминг, где они могут попробовать хоть как-то подраться им нужен еще один Global. Через 40 секунд. И вот Скади будет скоро у Тир-блейда. Может быть, получится какую-то драку провести в теории. Потому что Скади – это всегда сильная шмотка. На самом деле, на удивление, у Тир-блейда прям такой очень грамотный билд, когда ты понимаешь, что ты проигрываешь, и тебе надо дать какой-то промежуточный файт один. Ты вот скипаешь манту и покупаешь Скади на эти бабки. Давно несколько портит настроение то, что чем сильнее становишься ты, тем сильнее становят иллюзии против тебя. Но делать-то нечего. Фармить придется. Покупать шмотки тоже придется. Да, я в Скади готова. Dragonlance, есть Кяша, есть Метаморфой с как способностью. Ну и, наверное, вот за Рошана, если мы уж и хотим как-то провести промежуточный файт, то, наверное, вот за Рошана как раз там и тимфайты нужен. Ну, непонятно, успеют ли они сюда прийти, конечно. Ну, вроде собираются. Если смог вообще у кого-то там, у Сайленсера есть. Смог уже, переложенный. Хотят нажимать. Пол ХП у Рошана. Ну, давайте, посмотрим, что будет. Покупать нажали. Берет, берет, бежим, 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 бежим. Ну, я не знаю. Там с дабл дэмджем хвопа, там Рошан уже погибает и... Не успевают. Довольно сильно не успевают. Разгон уже есть, уже синициировали что-то демона. У них курш. Надо забирать. Быстро ШД. Надо забирать. ШД. Да, с глобал, под глобал заберут. Отлично. Не дал Disruption в Terror Blade. Это важно. Пошли свапы Текис. А Текис не в позиции. Уже убили спидбрекера в размен. Текис долго пробивает. Прыгает Терингвину в Пейнт. Сониквейк. Все это в одного Толми. Плохо. Текис таки погибает на крылое. И Сайленсера 2 в 2. Вот теперь дерется. Есть Ремдривер. Спарльцов троих. Шайнинг готов ставить точку в этой драке. Но есть Сандер. Саммер дерется отчаянно. Есть еще и Скивер самого Шайнинга пробить сложно. Саммер это сделал. Но потеряв свою жизнь, в итоге 3 в 5 вот такая драка. Конечно, выигранная коллективом Рейдинг. Шайнинг красавчик на Магнусе. Просто дикий респект за РПш. Как же было сложно, да, даже эту драку выиграть. Хотя вроде как прям супер готовы были Рейдиант. Но я опять открыл Шадоу Демона Рустам. И он вместо Пойзона статы уже качает, если что. Уже бесполезно Пойзон? Зачем он сейчас? Надя Пойзон давно прошла. Я такого не видел никогда вообще. А я тебе скажу, кстати, почему Teamfight прошел так сложно. Ну, позиция для саппортов была ужасная. Я думаю, что если бы Шадоу дал, да, смог найти возможность Disruption в Terrorblade нажать, то в корне бы получилось лучшую сторону для Рейдинг. Они бы еще проще драку выиграли. Но так как Support 1 подставился, Support 1 подставился, на плечах Core только оставалась победа в Teamfight. Но они, конечно, Teamfight и выиграли. Да еще знаешь как-то, у этих команд, наверное, нет. Это прям такой супер дисциплины. Они не пошли забрать Терзателя. Вот так бы напали на SD и был бы у него Шард, вот как он есть сейчас. Потому что они получают с Терзателем, чтобы он даже и не умер настолько быстро. Потому что сейвящих шмоток у него прям навалом и так. Ну что, 36-я, 26-я минута, 11к перевеса. Два достаточно основательных Teamfight'а выиграна была коллективом Рейдинг, что говорит нам о том, что команда готова побеждать, я думаю, да. Конечно, там в чате пишут, ребята, и в два успокойтесь, тут еще тысячу раз поменяется. Но пока пейт надежности от того, что делает Рейдинг, как исполняют ребята. Мне нравится в целом. Да, он даже, может быть, я не ожидал настолько пока относительно чистый реализации своего. Садрафт. Ну да. Точно неплохо играют. Ну, я вот как определил, да, то, что вот только Queen of Pain купила Аганим себе, моментально был нажат смог, да. И моментально был выигран файт. То есть, какие-то дисциплинарные моменты, что вот, например, Dire, они не подождали 20 секунд Глобала и решили подраться. А другая команда, то есть, вот у нас тайминг, и у нас моментально смог нажат. То есть, такие вещи на таком уровне и выигрывают тебе игры. Заходит нагло Клопа, просто под свой вард в доме. Панк где-то умер, как-то он успел. А, его под Тир-3 нашел в Блэдспирте и уничтожил с Гарпуна. Минус Саленсер, минус 2. Ну, кажется, плывем по течению, на месте стороны Дайер, на месте ребят с Дайер. Все, что не получается, тимфайты тоже. У них погибают очень быстро. Панк, я вообще, безумно, странно, чтобы так быстро панка смог. Я была сильных ультимейтов каких-то использований. Да, наверное, вообще, в принципе, та идея, то, что он купил себе Блинк первой шмоткой. Да, понятно, что он как бы стакнул тайминг с Аганимом венги, и можно было круто подраться. Но не сказать, что ему вообще нужен этот Блинк был. У тебя есть свап, да, чтобы файт начать. У тебя есть чардж. Поэтому не сказать, что тебе прям нужна такая вот инициация. Лучше бы купил себе. Может быть, там, вышел бы в какой-то Аганим пораньше. Что-то такое. Раскручивает здесь панкальер Войт Спирита, Войт Спирит с Аегисом, с Линкой, с Манты. Ему вообще наплевать на все это. Откидывается Соник Вейвом Эхо с Дикью Кью. Получает Урш, ему больно. Винга свапает. Вингу надо один раз убить. Теперь Блэйд во всем рефлекшн. А Егису Войт Спирита. Тяжело пробить. Пока что все живут. Прикольно. Он, короче, на анимацию каста Незерстрайка от Спирит Брекер нажал манду. Пил анимацию и ушел через децентр. Я не знаю, специально это сделал или нет. Потому что Спирит Брекер на ХГ был. Его, вроде как, не было особо видно. Вышел очень красиво. Далее, дайвер. При этом сохранили РП. И ТБ не может чувствовать себя в безопасности. Вот Спирит приходит и дает УК. Прыгает просто в ТБ. Магнус позиции РП дает. Глобал. Глобал был использован. Есть свап и Шайник переживет. Незерстрайк. Может быть, не очень удачный драк. Шайника просто сбила. Вот Спирит опять второй волной атаки. Прыгает к соперника. Дал проказ небольшой. Забрали иллюзию венги. Симулейт назад. Так пока. Один в один. Сейчас появится. Цаленсера. Вот Цаленсера добили. Вот теперь баланс установлен. Спирит Брекер где-то умер. На базе. Не добежал до дома. Это, я так понимаю, что это страйк. Вот, да, тикал? Да, да, да. Ножик закончился. И от скрима он погиб там. Байбэк от Сансера. Хотят задефать бараки себе. Но мне кажется, до Лас-Дарк они не должны уходить. Пят, погибает Сансер после Байбэка. Байбэк от Си Спирит Брекер. Зачарджил Текиса. Урона маловато пока что. Катается Пангич. Никто не умирает вообще. Свап от венги. Окей, трапшн. Трапшн просто был в ДБ использовался. Сунинг Бейк просто в никуда. Ноль демэджа. Да что помешает разобраться с Венжифл Спирит. Достается иллюзия. Пока просто убегает. Прыгают. Панга. Панга разбирается. Полов не было. Ну и ТБ тоже должен уходить. Гарпунома воззупили. ТБ. Ложить Б. Саммер. Сандера нет. Саммер. Демилейт. И забирает Террор Бейк. Ну все. Походу ГГ. ГГ наигрались. Ну нормально. Диф1 команда походу у нас играет за Рейдинг. Да, да. Я же тебе говорю. Первый претендер. Замзу. То, что они делают в этой карте, мне безумно нравится. Это на уровне тех команд, у которых были на грани вылетов в Диф2, например. Ничего не получалось. Но мы с нами играли хорошо. Сильных команд. Ребята из Рейдинг показали, кстати, неплохую доту. Мне понравилось, что нигде не закинули. Что нечасто случается в ситуации, где вы играете в Диф2. Часто и закидоны, перевороты. Они практически нигде не закинули.